Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами Ломонос Петр, выпускник Белорусской сельскохозяйственной академии. И тема у нас очень актуальна в эту осеннюю пору. Мы поговорим об озимом чесноке, о том, как готовить почву для того, чтобы иметь максимально возможный урожай этой культуры в наших условиях. Как это достичь, я буду рассказывать по парадочку. И буду обращать внимание на ошибки, которые наши огородники допускают при выращивании этой культуры. Потому что эти ошибки закладываются именно в осеннюю пору. Что необходимо предпринять? Значит, чеснок, чтобы дал хорошую луковицу, ему надо много питания. Поэтому он очень отзывчив на плодородие почвы. Причем плодородие почвы не означает, что вы бухаете много минеральных удобрений, и ваш чеснок будет прекрасным. Нет, как раз чеснока слабая корневающая система, и минеральные удобрения вы его можете сжечь. Конечно, они применяются, но не в очень больших дозах. Запоминайте это сразу. Для того, чтобы чеснок рос хороший, почва должна быть плодородная. Поэтому его высаживают после культуры, под которые вносилось много органики. Например, тот же огурец, тот же кабачок, та же капуста. Если вы вносили много органики, значит, это прекрасные предшественники будут для нашего чеснока. Неважно, азимово или рово, он тот и тот требует на плодородию почвы. Нету, не уносили эти компоненты под предшествующую культуру. На новом месте ставьте чеснок. Значит, добавьте в почву органику. Значит, норма органики – ведро 2 на 1 квадратный метр. Рассыпаем и заделываем почву. Также чеснок очень насыщен на известкование почвы. Поэтому золу мы рассыпаем или доломитовую муку по поверхности почвы, потом будем заделывать почву, или золу рассыпаем. Если у вас этих малой или доломитовой муки нету, а золы есть очень немного, мы ее не будем распылять по всей поверхности. Мы ее добавим просто-напросто в ротки, куда мы будем высаживать зубки нашего чеснока. Ну, значит, сразу замечу, что, хотя корни чеснока развиваются в поверхностном слое почвы, небольшие, они примерно где-то 20 сантиметров длиной, тем не менее, все органические удобрения, для того, чтобы они не высыхали, а оставались доступны для нашего чеснока, мы будем почву заделывать, то есть перекапывать. Технология очень простая. Мы берем по поверхности почвы, рассыпаем наши органические удобрения, вносим минеральные удобрения из расчета 20-30 грамм на 1 метр квадратный. Удобрения лучше брать сложно смешанное, азот, фосфор, калий, то есть 16-16-16 или 14-14-14. Нашего белорусского производства, они есть, продажи, эти удобрения есть постоянно. Рассыпаем и заделываем почву, перекапываем. Самая большая ошибка, конечно, у огородников, понятно, что вы почву подготовили, посадили, но не забываем, что многие готовят как почву? Скопали почву и сразу высаживают чеснок. А это очень плохо для растения. Почему? Потому что почва начинает оседать и корни начинают надрываться. Поэтому почву для посадки чеснока мы готовим не позже, чем за две недели до посадки. А когда высаживают чеснок, опять же возникнет вопрос, то вы логически. Многие считают так, чеснок мы садим там на покровах, после покров, это тоже очень большое заблуждение. Почему? Даже если у вас уже градка готова до той поры давно, и почва осевшая, значит, в холодной земле чеснок не успевает дать хорошую корневую систему. Он начинает только укореняться, весной продолжает укоренение, и, соответственно, ваш чеснок дает слабый урожай. Поэтому, чем раньше будем высаживать зимой чеснок, тем гарантированно получаем больше луковицы. Запоминаем, что в условиях Белоруссии оптимальный срок посадки чеснока приходится на 15 сентябра. Можно высаживать чеснок и раньше. Сейчас я видел многие ролики, уже рекламируют августовскую посадку зубков чеснока. Ну, у нас в условиях Белоруссии так рано, как бы смысла нет особо высаживать, потому что август у нас сухой, и эти зубки просто-напросто лежат в сухой почве. Поэтому сентябрский срок посадки для нас будет оптимальный. Для того, чтобы наш чеснок потом хорошо развивался, не умерзлал зимой, значит, опять же, мы перед тем, как будем садить озимый чеснок, нас высаживаем рат озимого чеснока, потом ставим междурадье, междурадье 25-30 сантиметров, и вот посредине этого междурадья мы высеваем рат овса. Для чего мы высеваем овес? Во-первых, овес будет задерживать снег на нашем чесноке, и он также с мороза его побьют, когда он ляжет на землю, и будет как бы служить живой мульчой для нашего чеснока. Наши растения чеснока не будут вымерзать. Раз не будут вымерзать, у них будет очень хорошая сохранность. Так что, как видите, вот такие простые приемы по подготовке почвы, по срокам посадки, уже вам дадут гарантированно получения большого урожая этой культуры. Потому что смысл же не в том, что мы просто заняли площадь, получили мизерный урожай и не получили удовольствие от этой работы. Ну, а как там смотреть за чесноком? Как удобрать? Я думаю, что эти ролики мы уже смотрели, про эту тему мы уже рассказывали. Ну и еще не забываем такой важный момент, что если почва очень сухая при перекопке чеснока, то ее желательно будет проливать. Но проливать почву надо так. Пролить почву по поверхности, а после этого, эту влажную почву, заделывать губь. Потому что, если мы просто вскопаем градку и польем по градке, эту чесночную градку прольем водой, что мы сделаем, какую ошибку? Мы уплотним почву, на почве появится почвенная корка. И мы перекроем все поры. Вода заполнит все пространство, перекроем поры. И наш чеснок, впоследствии, будет расти очень плохо. Так что не допускайте этих ошибок. Получается хороший урожай. Смотрите наш YouTube канал, подписывайтесь. До новых встреч!